Дорогие друзья, я с вами Виви и у нас очередные новости. Сегодня у нас 23 число, 23 января. Это значит, что очередная неделя киберспорта завершилась, поэтому я решил подвести итоги по киберспорт неделе и при этом еще рассказать новости, которые я начинал, либо не закончил, либо что нового вообще появилось. Короче говоря, ребят, Chrono Cross Remastered reported in works. Действительно, вот много появляется сейчас сообщений о том, что Chrono Cross Remastered все-таки, ту самую японскую RPG 1997 года, будут все же делать, но почему же не было того самого анонса в Рождество декабря? А дело в том, что Square Enix решили переделать свой план. У них изначально был план сделать эксклюзив для Sony PlayStation. Видимо, не договорились о конкретных циферках, потому что очевидно, что Sony должна была какие-то проценты отдавать чисто Square Enix. Мы подумали, а зачем нам договариваться только с командой Sony, когда мы можем сделать мультиплатформерную игру. Она будет выходить как на приставки, так и будет выходить на компьютер. И я думаю, это все связано опять же с Final Fantasy VII, которая сейчас вышла в Epic Games платформер. Ну, вы знаете, в Steam она не вышла, а вышла туда. И увидели они, сколько бабок им принесли компьютеры. То есть, вместо того, чтобы выпускать на одну лишь приставку, которая Sony PlayStation, они могут тупо выпустить ее повсеместно и получить тоже очень много денег. Но я все жду, когда же будет официальный анонс, потому что его по-прежнему нет. Видимо, сейчас договариваются, какие мультиплатформы подключатся. Потому что, опять же, это все дело в процентах. Напомню, что Final Fantasy VII, которая до сих пор не доделана. Вышла только первая часть. Запланировано было три части. А первая часть даже еще не убивает одного из главных персонажей. Ой, надеюсь, я вам не спойлернул. То есть, там очень мало показано. Как будто даже, знаете, альфа-тест какой-то нам дали поиграть. Я сам еще не играл, потому что жду, когда скидочка будет. Для меня это 80 евро. Стоит слишком дорого. Но все равно все кайфуют от Final Fantasy VII. Дико она всем понравилась. Это тут ремейк, который сделали разработчики Square Enix. И вот я жду теперь еще Хронокросса, который, наверное, получится тоже великолепно. Следующая новость у нас, ребят, не имеет значения, откуда она пришла. Суть в том, что компания Microsoft официально купила Activision Blizzard за, ну, цифру 68 миллиардов 69. Давайте округлим. Красивое число. 69 миллиардов долларов. Я не знаю, насколько это дорого, насколько это дешево. Я знаю только то, какие у нас... Давайте пикчер просто открою. Какие у нас игры принадлежали. Activision Blizzard. И это игра Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Candy and Crush и StarCraft. Некоторые из них это вселенные. World of Warcraft, Diablo и StarCraft. Это целые вселенные. Соответственно, с ними можно работать. И вопрос о том, будет ли теперь какие-то Xbox-only составляющие у этих игр. Либо они просто решили купить, зарабатывать деньги и, соответственно, работать на зрителей. Потому что Call of Duty, как вы знаете, провалился. По деньгам вроде как он окупился. Но, видимо, ждали гораздо большего Activision от этой игры. Остальные игры и так были загублены. Да, Diablo реабилитировала компанию Blizzard, которая переделала все же Diablo 2 довольно неплохую, сделала игру. Но там вряд ли были миллионы, потому что Diabloиды всегда продаются узким округу людей. StarCraft уже, кто помнит. Покажите мне человека, который помнит. Diablo 4 все разрабатывается. Уже на два года отстает от графика выхода, потому что собирались выпустить ее в 2020 году. Ввиду ковида вроде как не выпустили. Мы так ее до сих пор и не видим. Ну и, соответственно, Overwatch и Hotza, кстати, здесь нет в списке. Странно, что здесь нет Hotza в списке. Возможно, Blizzard перестали ее поддерживать. Но, так или иначе, мне интересно, что будет делать дальше Microsoft с этим всем. Потому что у них есть три варианта. Первый вариант это оставить все как есть. Просто оставляем этим компаниям по-прежнему возможность работать над этими играми. Просто прибыль мы забираем себе. Так, например, делает Tencent с Riot Games. Riot Games по-прежнему разрабатывает все, что связано с League of Legends и с их вселенной. Но деньги все зарабатывает Tencent. Компания из Китая, которая ее давным-давно, еще, по-моему, в 2015 году выкупила. Вариант номер два. Разогнать всех этих бездарей и начать своих. Сажать людей, которые будут работать над проектами Diablo, над проектами Overwatch и так далее и тому подобное. И самим все это дело развивать. Ну и третий вариант. Полностью перелопачивать и, сбирая стратегию Sony, ну или Disney, как вы знаете, а просто делать ремейки, 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 ремейки. Sony ничего плохого не делает. Я кино имел в виду Sony, конечно же. Sony это компьютерная, это другая история. То есть ремейкер какой-нибудь Diablo 4, проект закончить, раз он уже начат, да, но потом сразу же сделать Diablo 1, только полностью весь ремастер, какую-нибудь версию. Overwatch, Overwatch 2 сделать, там, Call of Duty, еще одну часть запилить, только уж как-то по-другому. Ну, в общем, и пусть они думают, не мне, надо об этом думать, пусть они выбирают, что. Но мне интересно, что конкретно за способ Microsoft решили избрать, иначе зачем они покупали эти компании. Следующая новость, она связана с тем, что люди смеются во всем мире с люксы, у которой новогодний, ну, новогодний, относительно новогодний скин, потому что этот скин посвящен новому празднику в Китае, опять на китайский Новый Год, и решили выпустить Riot Games скины, которые называются Parcelan, как-то так, короче, не суть важно, как они называются. Дело в том, что у этого персонажа две правых руки на превьюшке, и начался спор. Некоторые люди до сих пор не верят, что здесь вторая рука тоже правая, и говорят, да не, вы что, этого не может быть. Но на самом деле так оно и есть, это визуальный обман, но на самом деле здесь две правые руки, и любой художник вам это скажет. И поэтому вот художники и дизайнеры все собрались и говорят, что за фигня здесь произошла. На что Riot Games уже поспешили дать ответ, и они сказали, что этот промо, эта промо-картинка появилась, они ее одобрили и запустили в тиражи, и она уже разлетелась. И теперь, когда началась шумиха о том, что здесь правая рука, они не могут уже ничего исправить, потому что уже все равно все разлетелось. Но они признают, что здесь действительно две правых руки, так что сами райты даже это признали, и сказали, что это их косяк. Да ладно, их косяк. Это становится уже, знаете, такой традицией, что райты делают все практически идеально, пока не найдется какой-нибудь человек, который увидит, что, а слушайте, а здесь у вас баг и косяк. Они такие, ааа, бывает, ну, мы надеялись, что не заметите. Ну, так они никогда не говорят, они говорят, что сами удивились. Ну, удивились и удивились, но это забавно, то, что у Люксы в этом скине две правых руки. Не волнуйтесь, что в самой игре будет у нее левая и правая рука, там все нормально, с моделькой все хорошо, просто на самой превьюшке. А превьюшка, кого она интересует, кроме плаката. Ари, это новый чемпион, ребята, в Лиге Легенд, да ладно, старый чемпион в Лиге Легенд, 12.3, райты решили ее забафать. И я видел всего одну картинку, я ее почему-то решил не скопировать, сам виноват. И на этой картинке кто-то слил данные опять из Riot Games института, да, института поправок и новых скинов. И там Ари должна получить два новых скина в патче 12.4 и в патче 12.6. И я думаю, как раз таки вот этот вот микро реворк, который произойдет с этим чемпионом в дальнейшем, в следующем патче, то есть через две недели, он как раз связан с этими новыми скинами. То есть у него будет 12.4 и 12.6, два новых скина. И, соответственно, райты решили популярность ей поднять. На самом деле они очень сильно ее бафают. И я ожидаю ее увидеть и на чемпионатах теперь местных лиг, потому что это, ну, совсем уж жестко. Это ослабление получила только ее общая статистика. Меньше здоровья, меньше армора и чуть-чуть дороже становится кушка. Все остальное же у нее абсолютно забафнуто. W больше урона наносит, меньше отката. R дольше держится раньше 10 секунд. Она могла только прыгать теперь 15 секунд. Ну, все, ну, три прыжка только, но зато может в течение 15 секунд эти прыжки делать. Казикс сейчас такой смотрит на это и думает, а мне что так нельзя сделать? У Казикса, на секундочку, ребят, всего 9 секунд он может находиться в его ультимативной способности. Пассивка больше дает отхила. И Ешка не будет теперь давать как раз-таки отхил. Его перекинули на пассивку. В общем, тут свои темы. И винрейт этого чемпиона должен будет взлететь на 2-3%. Но я думаю, райты чуть-чуть здесь, конечно, эти цифры уменьшат. Сейчас на ПБА это тестируют, потому что, ну, уж совсем жестко получается. Ну, а зачем это делается? Ответ найден. Правда, я говорю, я картинку не сохранил. Ту, где были слиты чемпионы, которые получат новые скины. Кстати, там Рексай была в списке. Это довольно любопытно. И Казикс тоже получит себе скин. Там будет пачка скинов с этими... Как они называются? Это, боже мой. С осами. Точнее, не с осами, с пчелами. Вот. У Казикса будет пчелиный скин. Как раз-таки, как у Тима, помните, было в свое время. Но это будет в 12.6, то бишь, через полтора месяца. Ну, а теперь киберспорт. Ребята, если он вас не интересовал, можете видео выключать. А если он вас не интересовал, давайте заканчивать. ВЦС. Это лига вьетнамская. Они стартуют 10 февраля. Я просто забыл вам рассказать, что у них-то чемпионат закончился. Зимний. Зимний чемпионат закончился в середине января. 7 января. И вот 10 февраля новый чемпионат стартует. Вот так вот у них получилось. Церберы, как я и говорил, одержали победу. Я считаю, в шутку сказал, что они выиграют. Я потому что не знал, какие команды здесь будут. Сказал, что они, наверное, будут играть в финале, потому что Гигабит Маринцы были в финале. А они выиграют, потому что у них есть кореецы. Так оказалось, у них есть кореецы. Они одержали победу в финале над командой Гигабит Маринцы. Вот такой вот интересный, случайный. Честно, здесь я даже не разбирался. Просто на шару сказал. Ну, как на шару? Просто Церберы были номер 3 команды в прошлом сплите. И Гигабит Маринцы первые. Поэтому я предположил, что будет финал между ними и выиграет Цербер, потому что есть кореец. Где больше корейцев, та команда и побеждает. По этому же принципу начали свой чемпионат. Турецкая лига сегодня у них прошел первый уикенд. И на этом уикенде команда 5 Ронинов на первом месте. Но я просто вам покажу вот эту вот картиночку, и вы все поймете. Так, вот Dark Passage вы нам не подходите. То, что максимально используют легионерское... Так, эти вот тоже нам не подходят. Легионерское правило. Большинство команд. Вот. И как вы видите, в каждой из этих команд есть по 2 корейца. Ну, кроме команды Nasser Turkey, они используют Balulu. Причем Balulu это тоже кореец, который стал шведом. То есть он, по сути, тоже корейское гражданство изначально имел. Вот это забавно, то что у каждой из этих команд по 2 корейца. Но мне интересует, как там конфликт улажен или не улажен. Потому что у нас было много раз вопроса на ту тему, что некоторым корейцам не доплачивали деньги. Некоторые корейцы использовали это как перевалочный пункт просто, чтобы попасть в Европу. И поэтому они своих денег вообще не видели. Не в смысле, что им не доплачивали столько, сколько должны были. А просто вообще своих денег не видели. Они приезжали. Эти команды им обещали, что они их прокинут в Европейский чемпионат. Некоторых прокидывали, некоторых нет. И в итоге корейцы расстроены возвращались назад. Но все равно корейцы туда летят. Видимо, настолько сложно найти все же в основе своего чемпионата хоть какой-то теплый уголочек, что приходится ехать в Турцию и играть там. Напомню, что между Турцией и Южной Кореей нет никаких границ. У них рабочая виза получается очень легко. Как турки могут ездить к ним, так и они могут ездить к ним. Если бы Российская Федерация или Украина открыла бы границы с Южной Кореей, возможно, и южнокорейские игроки бы играли тоже в СНГ Лиге. Потому что было бы проще. Но так приходится за свои вытаскивать этих игроков. И никто к нам и не едет. Следующая новость. Это уже переходим к самому корейскому чемпионату, где команда Т1 одержала очередную победу. И Онир дал интервью, в котором, по сути, я не буду вам все зачитывать, сказал, что Керри, главное, Керри я. И главный сейчас шатколер. И вообще он очень удивлен, что весь коллектив играет весь этот сплит. И все тренировки вокруг как раз-таки ботлейна. Гумаюша и Керри это главные их звезды. Он думал, что будет Фейкера тащить идеалы на себя. Но этого всего не происходит. Фейкер, как рабочая лошадка, максимально разгоняет ботлейн. И ему приятно играть в такой команде. Также он отметил, что Гумаюша считает себя уже лучшим Адекерри чемпионата Кореи. Что, кстати, не безосновательно. И при этом хочет стать лучшим теперь уже Адекерри в мире. Но для этого нужно выиграть турнир и попасть на МСА. Что-то еще он тут говорил. Ну, не суть важно. Интервью я, наверное, ссылочку вам оставлю. Сами сможете почитать. Ну, а сам чемпионат, как в Корее, прошел. 4-0 идет. Команда Т1. Всего одна карта была имя потеряна. Джинджи потеряли еще одну карту. Не смогли у Ханхвалаевов сделать чистую победу. Сделали всего лишь 2-1. ДК наконец-то одержали победу. Их серия из двух поражений прервалась. И стал у них счет 2-2. Ну, и в то же самое время во второй игровой день наконец-то прервалась серия поражений команды DragonX, которая длилась еще с прошлого сезона. Суммарно у них уже было 6 подряд поражений. Наконец-то они выиграли. И забавно, что они выиграли Кина с Тедди. И Тедди там единственный, кто старался. Кина, более того, даже тренеры посадили, по сути, на просто танковых никерящих чемпионов. Он играл на Грагасе и Грейсе. Ну, это чемпионы, которые в одиночку вытащить игру не могут. И они проиграли. Команде DragonX напоминаю, что у DragonX неплохой на бумаге состав. Тут есть чемпион мира Беррилл. Тут есть Дефт. Тут есть Зека. Ну, не самый крутой игрок, но все же может что-то из себя представить песик. Ну, это Кинген молодой. Но позиция их сейчас 1-3. Квангонские и Фрики тоже 1-3. Leaf Sandbox тоже 1-3. Ну, и два других коллектива еще. Ханхвалаев и Фредди Дебройны тоже 1-3. Ну, а остальные это как раз-таки участники, я думаю, потенциальной MSI турнира. Пока я вижу два абсолютных лидера. Но мне будет интересно посмотреть на следующей неделе матч. Кэтер Остерство против команды NS Red Force. Скорее всего, я его даже прокомментирую. 27-го, извините, числа. Это в четверг, да? Да, в четверг. 13.00. В 14.00 по Москве, значит, Т1 с нонгшимами. Это будет интересно. Потому что Саня играет на топе и будет играть против, наконец-то, своего бывшего подавана против Зевса. Ну, и будет играть против своего учителя, мастера, фейкера. В Тессе интересная ситуация произошла. В чемпионате, извините, в ЛПЛ интересная ситуация произошла с командой Тесс. Они вместо того, чтобы посражаться, сейчас вам покажу этот момент, в финал очка все игроки с аммониерспеллами, все игроки готовы воевать. Но Тессы почему-то принимают решение просто закончить игру. Браум начинает их всех зовить, и они просто в наглую бегут на базу ломать ее. И в такие моменты, я считаю, что Riot Games нужно задуматься о том, чтобы это исправить. Потому что так не должна игра работать, никакого сражения не было. Они просто пошли и закончили игру. Без какой-либо битвы, никого не пытаясь убивать, никаких темпайтов не проводя. Ну, благо, судьба оказалась как раз-таки справедливой, или карма оказалась справедливой. Тессы все равно проиграли этот матч со счетом 1-2. Но Victory Five немножко, конечно, прифигели от этого... От этой наглости, когда они через центр базы их прошли. Вышки слишком мало урона дамажат. Ингибитор и Nexus падают просто мгновение ока. Так не должно быть в доте, такого бы никогда не произошло. Хотя бэкдоры в доте гораздо более популярны, чем в Лиге Лиге. Но вы сами видите, что иногда может происходить. Ну, а в самом чемпионате ожидаемо, абсолютно ожидаемо, команда OMG перестала быть лидером. С 3-0 они превратились в 3-2. На следующей неделе у OMG несложно должна быть играть с командой LGD. После этого матч с командой Tess. Может быть, они смогут две подряд выиграть. И тогда мы будем говорить, что OMG действительно чего-то могут добиться в этом сплите. Но так пока выглядит, что команда вне плей-оффа будет, хоть и старт был хороший. Ну, а у других команд очень хороший старт. Давайте вот так вот захочу. Или даже вот так вот захочу. Все эти команды потенциальный плей-офф. Коллективы сильные игроки у них, много денег. Ну, имеется в виду, было видно, что они собирали драфт отличный. И интересно будет посмотреть на противостояние этих трех команд. Эти коллективы между собой будут, скорее всего, зеленую позицию делить. Ну и кто еще к ним подключится? Ну, тут уже практически любая коллектива. Может, либо топы могут подключиться, либо те же самые OMG, либо JD Gaming. Может быть, какие-то там камбэки начнут делать World Elite и LGD. Но пока выглядит все так, как выглядит. Invictus, еще раз напоминаю, они взяли себе молодой абсолютно состав. Чемпионы мира, бывшие уже теперь, имеют гигантские финансовые проблемы. От них главный спонсор отказался. И, возможно, в следующем сплите даже, уже не в следующем году, в следующем сплите, вместо Invictus Gaming мы увидим какое-нибудь другое название какого-нибудь другого китайской компании. Переходим к следующей новости. Это чемпионат Европы. И почему я вам показываю наших спортивных аналитиков? Ну, они просто статистику эту выкладывают. Я решил вам свою статистику сказать. По предсказаниям чемпионата Европы у меня 84%. У них лучший, получается, Flash and the Night 75%. Худший Wonderful 55%. А у меня 84%. Ха-ха-ха. Но, на самом деле, это для меня не сенсация. Я уже три года подряд их побеждаю в этой статистике. Я уж не знаю, как они так предсказывают, но мои предсказания все равно намного всегда точнее. Ну, а в самом чемпионате Европы вообще ничего нового не произошло. Под вопросом был матч. У меня только Виталики G2. И, по-моему, по-моему, все. Да, на этой неделе все было односторонки. Часть матчей я прокомментировал, выложил на канале Viva Latvia Live. И там было тоже все видно, что слишком все одностороннее. Даже эта игра оказалась сверходносторонней. Виталики довольно легко разгромили команду G2 и начали свой камбэк. Как я и говорил, это, скорее всего, был мандражок. Он небольшой. Когда они на прошлой неделе не смогли выиграть три игры из трех. Но как должны были, а проиграли как раз три игры из трех. Просто ребята немножко поплыли. Ну, такое тоже бывает. Ну, а теперь у нас, получается, два абсолютных лидера. Это фанатики и Роги. Играть они будут на следующей неделе друг против друга, как и команда Т1 с NS Red Force. Только эти будут 28 числа, а те 27. Так что, скорее всего... Где он тут этот матч? Вот. Скорее всего, этот матч я тоже прокомментирую. Посмотрим на топовые, так сказать, гранды европейского чемпионата. И сравним их с грандами корейского чемпионата. У остальных все, в общем-то, понятно. Есть четыре аутсайдера. Виталиков сюда не записывайте. Excel, SK Gaming, BDS и Astralis. Они между собой будут делить эти очки. У Excel пока ситуация получше. Потому что они смогли урвать очки как раз-таки у топовых команд. Они Виталиков разгромили в открытии сезона. Но получится ли это во втором круге сделать непонятно. Пока я бы, наверное, так и оставил. Только Виталиков закинул бы вот на третье место. То есть их поменял бы местами, ну, может быть, не с G2, а с Misfit'ами. А G2 вот куда-то сюда поставил бы. Вот такой вот расклад у меня получается. И, думаю, такой расклад к концу сезона и выйдет. И остался у нас чемпионат Америки, в котором L-Lockin. Локин турнир, L-Lockin, как его я люблю называть, 150 тысяч призовых. Ни на что не влияет с точки зрения MSI, либо каких-то других турнирных обстоятельств. Просто турнир на призовые. И это, наверное, стала ошибкой райтов. Потому что многие команды к нему вальяжно относятся. Например, три коллектива здесь играют вторым составом. И вот вторые составы Golden Guardian у команды TSM. И кто у нас еще? А, ну и Cloud9, да, кстати, Cloud9 тоже играет вторым составом. Про него-то я этот коллектив и забыл. И получается, что TSM заняли последнее место. Но учитывая, что их основной состав не сильно будет отличаться от этого, это большие проблемы. Что касается Golden Guardian, они абсолютно на своей академии сыграли 1-3. Молодцы, победили как раз-таки, по-моему, команду TSM. Сейчас посмотрю. Да, победили как раз команду TSM, поэтому выше них заняли позицию. Но сенсацией стало то, что уже в конокаут-стейдже сегодня и будет второй плей-офф. Вы знаете, что они с воскресенья на понедельник играют вторые матчи. Команда 100 воров. Абсолютные лидеры этого чемпионата. Да, они тут 3-1 были, но одну карту отдали, ничего страшного. Бывает такое. Умудрились проиграть команде Dignitas, абсолютного аутсайдера группы B, который в последний вагон, можно сказать, ворвался только потому, что победил команду Immortal в очной ставке. И Dignitas будут играть с командой Team Liquid. Это очевидно, что Team Liquid их разгромят. А они и здесь их победили без шансов. И думаю, тут получится в Best of 3 точно так же легко. Ну и получается, что чемпионами будет либо команда Team Liquid, либо команда Cloud9. Потому что если мы будем сравнивать вот эти вот оставшиеся снизу команды, то тут Cloud9 нет конкурентов. И это забавно, потому что Cloud9 действительно играют с заменами. Даршан, Зевс и Айлс – это не те игроки, и, кстати, тренер тоже, это не те игроки и тренера, которые будут в основе. Фадж и Блабер с Максвальда, конечно же, знакомы, потому что он же их и вытащил из Академии в основу. В свое время вместе с Рейновером, когда Рейновер был основным тренером, и сейчас Рейновер тренирует, если я правильно помню, фанатик. Так, Даршан, Звен и Айлс будут и дальше играть в Академии с Максвальда, а вот Блабер и Фудж останутся в основе, когда приедут корейские прогеймеры в коллектив команды Cloud9. Напомню, они купили себе корейского ADC, у них есть саппорт под этого корейского ADC и есть корейский топ-лейер. Все это должно скоро приехать, пока оно, 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 они пока приехать не смогли. Ну а Соточка оставила свой состав с прошлого чемпионата. Tenacity они выпустили всего один раз, хотя говорили, что будут играть через 6 main rosters. Выпустили его один раз, и он проиграл как раз к игру, и больше его не выпустили ни разу. Ну а здесь в P103 они Dignitas'ом проиграли, и многие смеются с того, что команда 100 воров вроде как тренировалась перед этим чемпионатом в корейском буткемпе, и у них были скримы с командой T1 и с командой Dumbunkia. Ну, видимо, неудачно эти скримы прошли, потому что коллектив собирался заработать эти 150, тысяч долларов, ну а в итоге остаются они даже не в топ-3-4, а в топ-8, да, получается. Да, в топ-8 чемпионата Америки. Ну а Cloud9 и Team Liquid пожелаю красивого финала, потому что финал будет у нас Best of 5. А, подожди, здесь тоже Best of 5, я думаю, полуфинал и Best of 3. Ошибаюсь, тогда, ну, Team Liquid с Dignitas'ами будет полуфинал. Best of 5 не будет 2-0, но будет 3-1, допустим. Dignitas'ы, наверное, всю же одну карту у команды Team Liquid отобрать смогут. Вот такие у нас новости чемпионатов киберспорта. LCL еще не вышел. Когда он выйдет, неизвестно. Ну, по новостям нигде ничего не расписано, но мы знаем просто название зато всех команд. Здесь все просто. Blackstar Gaming, One Breath Gaming. Мы поменяли свою картиночку, крау-крауды. Все как обычно. Ну и составы некоторых команд мы уже знаем. Например, вот Unicorns of Love. Про это я уже много раз рассказывал. И какую-то команду еще хотел красиво вам показать состав. По-моему, ОБЖ. Да, еще ОБЖ я хотел вам состав показать. Остальные команды совсем слабо выглядят. Выглядит пока что, что вот эти два коллектива будут между собой решать судьбу чемпионата СНГ. Но будем надеяться на молодежь, которая есть здесь. Роксы еще не представили свою молодежь. Blackstar, может быть, как-то выстрелит Counterplay. Буду болеть за них, хотя, конечно, шансы у них малые. Буду болеть за них, потому что там Тезаретовская команда. И у нас, получается, два коллектива с Vivi Cup есть. Это теперь Blackstar и Counterplay. Blackstar еще в прошлом сплите добавились, а вот Counterplay в этом добавились. Ну и мы еще не знаем, какие будут роксы, Vega Squadron и Dragon Army. Возможно, LCL Open Cup, который стартует раньше чемпионата СНГ, как-то повлияет на них. Хотя, я не знаю, можно ли как-то это делать. То есть, они должны же, наверное, раньше дать свой состав. Это надо узнавать. Может быть, люди могут посмотреть LCL Open Cup, увидеть какую-то команду и тут же ее весь состав выкупить. Как это делает Брюс Андрей Викторович, главный менеджер команды ROX. Все, да, ребят, вот теперь точно все. Всем спасибо, кто посмотрел. Поставьте лайк и подпишитесь на канал и колокольчик нажмите. Это продвигает мои видео в популярность. И таким образом вы поддерживаете меня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok